Здравствуйте, это канал Максимадзе и меня не так давно просили. Я сегодня решил снять обзор на старый телефон под названием LG KF300. Этот телефон 2008 года выпуска, собственно от компании LG. На данный момент мобильное подразделение компании закрыто и телефонов от них больше не выпускается. Значит, что из себя представляет телефон 2008 года? Довольно популярная модель, это вот такая вот довольно длинного размера раскладушка. Собственно, длина корпуса 99 мм, ширина 50 мм и толщина 16 мм. Весит с аккумулятора вместе 120 грамм. Значит, какие цвета есть? В моем случае золотистый, есть также черный, бордовый и розовенький. На мой взгляд, телефон больше подходит для женщины, для противоположного пола. Для представителей мужского пола больше подходит черный вариант. Собственно говоря, какой у меня экземпляр? Этот телефон был у моей двоюродной бабушки. И, собственно, она им пользовалась до, не знаю с какого года, до 2012 года. Потом отдала его мне. Это как раз тот самый экземпляр, который она мне отдала. Потом она перешла на Samsung C3322, который я также обозревал на канале. Собственно говоря, именно в этом состоянии он был, именно в этом состоянии он и остался. Здесь заглушка должна быть. Тут разъем под зарядку. О нем еще поговорим чуть позже. Заглушка тут порвалась. Также я потерял заднюю крышку. Где-то она до сих пор валяется. Но я, к сожалению, не нашел. Может, когда-нибудь найдется, пока без крышки. Но аккумулятор держится неплохо. Поэтому, в принципе, можно пользоваться и так. Хотя, честно говоря, стремно и не очень это удобно. Значит, пройдемся по внешнему виду. Дизайн очень элегантный. Как я уже говорил, больше подходит для противоположного пола. Значит, здесь находится экран, разрешение которого 240 на 320 пикселей. TFT 262 тысячи цветов. Диагональный дисплей 2,2 дюйма. Довольно-таки большой дисплей. Под ним находится логотип LG. Над ним разговорный динамик. И четыре кнопки. Кнопка для будильника, органайзера, фотографии и чего-то еще. Здесь есть на ВИКЕЙ депозиционный с клавишей в середине. Две функциональные клавиши. Здесь клавиша, переводящая в камеру. И клавиша, которая для сервисных нужно стереть циферку, буковку и так далее. Вызов-сброс клавиша. И традиционные цифровые клавиши с решеткой и звездочкой. Сзади находится камера, разрешение которой в 2 мегапикселя. Разрешение, максимальное разрешение 1600 на 1200 пикселей. Есть четырехкратный цифровой зум. Максимальное разрешение видеосъемки здесь 320 на 240. Довольно-таки такая вот привлекательная панелька. Здесь находится еще один экран дополнительный. Собственно говоря, с этой стороны находится динамик основной. Кнопочка для задней крышки и еще задняя крышка. Но в данный момент, как я уже сказал, я ее потерял где-то. Собственно, здесь находится разъем под зарядку. И, к сожалению, была долгое время проблема. Я от него потерял зарядник. И только лишь где-то года два назад я смог его наконец-то зарядить. Потому что Леха мне предоставил вот такой вот универсальный зарядник. В котором находится несколько зарядок. И в том числе там была зарядка от этого LG. Тут еще есть зарядки для айфона. Старых айфонов. Вот зарядка от LG. А, нет. Не-не-не. Вот зарядка от LG. Вот эта зарядка от этого LG. Вот так вот она вставляется. Есть от Sony Ericsson. От какого-то Motorola. Эти два. Эти два. Здесь вообще нет разъема. Пара Pro. Здесь от чего-то еще тоже сломанный разъем. Не все разъемы работают. Но нужный, необходимый. Мне слава богу рабочий. Давайте снимем заднюю крышку. Ой. Вынем аккумулятор. Аккумулятор здесь родной. На 800 мА. Здесь стоит не рабочая сим-карта. Давайте ее вытащим. И вставим рабочую. Собственно говоря. Также мы сюда вставим карту памяти. Здесь поддерживается карта памяти. С какой максимальный объем. Не знаю. Тут не написано почему-то. Но тем не менее. Давайте вставим. Так. Вставляем сим-карту. И вставляем. Карту памяти вот сюда. Здесь находится под нее разъем. Да что ты, падла. Вываливается немножко. Все. Закрепил. Ставим аккумулятор. Аккумулятор в хорошем состоянии. Ничего не вздулся. Собственно. Что по характеристикам. Еще есть. Поколение сотовой связи. У нас здесь по поддержке GSM. Что у нас касается. 900, 1800 и 1900 МГц. Сим-карта. Как вы уже поняли. Здесь поддерживается одна. Память. Тысячу контактов. Есть Bluetooth. Есть полифонические рингтоны. Поддерживается MP3. Есть FM-радио. Полифония 64-тональная. Что касается памяти. Почему-то на сайте. На этом не написано. Что касается интернета. Ваб GPRS Edge. Собственно говоря. Давайте. Есть еще встроенные игры. Но мы их еще посмотрим позже. Давайте включать телефон. Горит вот такая вот. Красная подсветка. И плохо видно. Вообще. LG KF300. Собственно. Раз уж мы говорили о цветах. То. Этот телефон был. Не только у двоюродной бабушки. Но еще и у ее супруга. Был этот же LG KF300. У него был черного цвета. Но к сожалению. Он на свои старые телефоны. Мне в коллекцию отдавать не хочет. К сожалению. Поэтому у меня его нет. А есть только вот этот. Собственно говоря. Про фоны рабочего стола. Мы поговорим еще чуть позже. Значит. Включается камера на эту кнопку. Естественно. 2 мегапикселя. Никакого автофокуса. Сообщение пришло. Значит. Вот такой набор цифр. Разноцветный набор цифр. Еще можно менять. Вот этой клавишей. Можно все стеркать. И давайте наберем. В службу теле 2. И проверим. Как он звонит. Добрый день. Рады приветствовать вас. Сложка личной поддержки. Телефа. Контент подписки мне не нужны. Что-то я не могу найти кнопку громкой связи. Я этим телефоном сам не пользовался. Сим-карту туда не вставлял. Собственно контакты у нас находятся здесь. Это странно. Это вообще не мои контакты. Откуда здесь эти контакты? Это вообще не мои контакты. И на номера двоюродные бабушки тоже как-то не похожи. Вниз. Это надо копировать наверное с сим-карты. Вверх у нас профили. Но это все вроде как настраивается. Здесь камера опять же вправо. У нас диктофон. Собственно. Можно вот решеткой выключить звук. Оставить лишь вибрацию. Или наоборот. А теперь давайте перейдем в главное меню. Оно состоит из 12 иконок. Сообщения, вызовы, игры, приложения, мультимедиа, профили, контакты, инструменты, настройки, соединения, браузер и органайзер. Сообщения у нас имеются. ММС, смс и эмейл. Входящие, черновики, исходящие, отправленные, голосовая почта. Собственно по вызовам. Есть все вызовы пропущенные, набранные, входящие и все такое. Игры и приложения посмотрим в конце. Органайзер. Есть календарь. Календарь довольно удобный. Четкий. Все показывает удобно. Можно ставить заметки и задачи. Их в данный момент нет. Мультимедиа. Есть mp3 плеер. Судя по всему с картой памяти не читается почему-то. У меня такое ощущение, что карта памяти не читается, не прочитывается почему-то в этом телефоне. Потому что треков с карты памяти почему-то нет. А этот трек, который вы сейчас видели, он находится в памяти телефона. Вот у будоверной бабушки на звонке такая песня была. Фотокамера. Давайте что-нибудь сфотаем. Качество не такое уж и плохое в принципе. Хотя все-таки без автофокуса не так хорошо. Есть видеокамера. Что ты вышел-то? Итак, записываем видео на LG KF300. Камера вроде не такая уж и плохая. Хотя фиг знает. Ольбом давайте посмотрим. Итак, записываем видео на LG KF300. Ну, качество такое себе. Ну, в 2008 год что поделать. Сейчас все понравилось. А я не знаю. Так, следующий пункт это радио. Но радио не работает без наушников. Есть диктофон. Но диктофон я не вижу смысла большого проверять. Там звук такой же будет, как вы в видео. Собственно. Мои папки посмотрим чуть позже. Профили. Общий, тихий, вибрации, громкие наушники. Их все можно настраивать. Контакты мы уже посмотрели. Есть, собственно, по поиску. Добавить можно создать. И можно по грубому распределить. Информации, настройки, инструменты. Есть будильник. Можно создать. Можно создавать будильники. Что еще? Калькулятор. Калькулятор, собственно говоря, удобен. 22 умножить на 11. Пожалуйста, 242. Секундомер есть. С такими вот красивыми цифрами. Конвертер есть. Конвертер очень полезная штука. Часовые пояса имеются. Можно тоже смотреть, настраивать. Ну и меню сим-карты в зависимости от сим-карты. Дальше. Браузер. В него заходить мы не будем. Иначе, как вы знаете, интернет в таких телефонах ужасно дорогой. Мы даже не будем ничего пробовать. Соединение. Есть Bluetooth. И, собственно, Connect SPK. Но, к сожалению, у меня нет подходящего шнура для Connect SPK. Здесь же не microUSB. Разъем. Теперь посмотрим настройки. Есть настройки даты и времени. Языка. Здесь есть такой вот набор языков. Настройки дисплея. Собственно говоря, обои. Собственно, обои мы еще потом посмотрим. Часы. А, кстати, да, вот. Вот здесь находится второй экран. Вот сейчас он показывает LG. Если мы закроем, то мы, во-первых, услышим такой звук. И часы вот такие вот. Если откроем, то, соответственно, услышим такой звук. Звуки эти меняются. Есть, по-моему, три варианта. Подсветки. Внутренний дисплей. Обычные часы, двойные часы. А, это дисплей, который вот этот. А внешний дисплей, это точечный, органичный. Это вот, какие часы будут показываться на вот этом экране. Подсветка, яркость, экранное меню. Размер шрифта, тема. Есть две темы. Это тот, который сейчас стоит, и темный. Собственно, меняются в зависимости от темы. Вот такие вот иконочки. Также меняются иконки в меню. Довольно-таки прикольно выглядит. И, честно говоря, больше к черному варианту такая тема подошла. Так что давайте обратно вернем этот. Вернем обратно вот этот светлый. Стиль меню. Можно значки или список. Набор номера, приветствие, имя сети. Ярлыки. Это, собственно, на позиционном икея на главном экране. Настройки вызовов. Переадресация, минутный сигнал и так далее. Безопасность. Это всякие пин-коды. Режим не в сети, экономный режим, сброс настройок, объем памяти. Объем памяти общий у нас это... Ну, где-то 14 мегабайт. Примерно. Теперь давайте посмотрим на... В моей папке. Изображение. Здесь у нас всякие фотографии. О, боже, это... Когда снято-то было? А, тут дата не была настроена, когда я это снимал. Но это когда делали ремонт у нас в квартире. Это год 2015 или 2016, наверное. Так. Тоже тогда примерно снимали это. Это в деревне где-то я снимал. Короче, тут старые фотографии... О! А, это я? А какой же это год? 2013-й. Ничего себе, ничего себе. 11 лет назад. А это сегодня снимали. На это встроенные изображения. Такие вот. Есть еще анимированные изображения. Есть необычные изображения, которые... У которых меняется время суток здесь в зависимости от того, какое время сейчас стоит. Если будет время, когда на улице будет ночь, то, соответственно, здесь появится луна и будет более темное небо. Здесь тоже какой-то мастер-пиз. Это то, что у нас стоит в данный момент. Собственно, когда у нас будет вечер, здесь начнется закат. А когда будет ночь, соответственно, здесь все стемнеет, будет ночь и загорятся фонари. Это очень-очень классно. Я когда Лехе это показывал, он сейчас так восхитился. Так, ну и заново все пошло. Теперь давайте посмотрим звуки. Смотрим ту самую полифонию, которая 64-тональная, по-моему. Просто это встроенные рингтоны. Вот такой вот еще дизайнчик есть. Можно, по-моему, его перенастроить. Только я забыл, правда, как. На стройках, наверное. Сама сюда из 3rds. Вот так. Пока. Смотрим. Пока. Сейчас. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В зависимости от того, с каким противником играешь, будет играть разная музыка Это прикольно Я знаю, что вы ненормальный человек Я тебе дам, блин, ненормальный Так Собственно говоря, наш ход Опа! Получил Собственно, за ненормальный человек Сюда ставим Пошел ты нафиг Ну, короче, нарды можно тут по... Вот есть и новая игра А, опять он Ну, ладно Давайте посмотрим следующую игру В принципе, залипать в нарды вполне можно Теперь посмотрим шахматы Нет, я не хочу выключать звук Шахматы, они тоже прикольные Давайте старт Здесь я хочу за белых играть Хотя пофигу вообще за каких Разве что белые всегда начинают первые Короче, во-первых, прикольный дизайн В этой игре А во-вторых, прикольная такая Довольно-таки вещь Когда срубаешь Какого-то противника Проигрывается анимация Конь, собственно, зарубил коня И, собственно, сейчас срубит меня В общем, помню, я тоже залипал в шахматах В этих тоже довольно-таки Да не эту Вот эту Довольно-таки изрядник Тоже позалипать в общем можно Собственно, что за сообщение я вообще получил в начале Ошибочный запрос Бла-бла-бла-бла-бла Ничего интересного Давайте я поставлю какое-нибудь другое время И вы сами увидите Как изменяется фоновый фон В главном меню Устанавливаю Нет, не дату Надо время поставить Так, ну-ка 19 часов поставим Вот, как вы можете заметить Уже немного стемнился фон И загорелись фонари А теперь давайте поставим 23 часа 23.03 И посмотрите, что будет сейчас Появляются звезды И ночь Это очень классная вещь Вообще Вообще просто не описать словами Собственно говоря, вроде бы мы все в телефоне посмотрели Давайте его теперь выключим И сложим его Собственно говоря, вот такой вот был телефон LG KF300 Довольно популярная модель И, как я уже говорил Действительно больше подходит Для противоположного пола Спасибо всем за просмотр С вас, подписывайтесь С меня и пишите в видосы Подписывайтесь на блоговый канал И вступайте в группу ВКонтакте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok